Лекция, посвященная вопросу второй части программы. Мы с вами завершили первую часть, которая была по минимизации ДНФ. И начинаем второй большой раздел курса. Это раздел, связанный с определением основных классов дискретных управляющих систем. Их структурных представлений, оценки их числа и эквивалентными преобразованиями. Сегодня осмотрим вопрос номер 8 программы. Формулы, способы их задания, эквивалентность формул, функционалы сложности. Оптимизация подобных формул по глубине. Вот наши вопросы на сегодня. Ну и, наверное, стоит начать как раз с определения, что такое формула более формально. Потому что неформально мы понимаем, что формальными формулами мы записываем функции. Функции — это такие более-менее идеальные объекты, когда у нас есть сопоставление одних элементов другим. Функция — это сопоставление или зависимость такая. А вот формула — это некоторый способ выразить и задать эту зависимость, так сказать, на бумаге. Вот давайте будем предполагать, что у нас есть базис из функциональных символов. Функциональные символы — φ1, φ2 и так далее. Символы — это конечное множество символов. При этом с каждым функциональным символом еще связана его кратность или арность. Это числа К1, К2 и так далее, К с индексом b. Формально говоря, конечно, символы нужно отличать от функций, которые они реализуют. Давайте я это один раз напишу, но потом я не буду слишком следовать этому формализму, не буду все слишком формально записывать. Но вот символы — это некоторые объекты, такие вот, φ с крышечкой. А каждому символу φ и это с крышечкой от арности Каитоя, каждому такому символу мы сопоставляем функцию φ и это от Каитоя аргументов. При этом давайте считать, что при Каитое больше либо равном 2 функция φ и это существенная. То есть существенно зависит от всех своих аргументов. То есть такой символ — это способ записать на бумаге обозначение для той функции, которую мы под ним подразумеваем. Ну вот, значит, в этом смысле константы тоже задаются некоторым функциональным символом. И у константы всегда есть, будем считать, что у константы всегда ровно один аргумент. То есть если надо задать константу, то есть какому-то символу φ и житому сопоставляется константа, например, ну, константа сигма, как функция константная, то тогда мы будем считать эту константу зависящей ровно от одного аргумента. Итак, теперь индуктивное определение формулы. Формула — это такая графическая запись на доске, на бумаге, на пергаменте. Это последовательность символов некоторого формального алфавита. В этот формальный алфавит входят вот эти функциональные символы, туда входят скобочки, запятые, и еще входят символы переменных, о которых стоило тоже сказать. Вот эти икситы, они берутся из алфавита переменных. То есть для переменных тоже есть формальный алфавит, там на слайдах как-то хи красивое какое-то. Ну, пусть х большой, алфавит переменных. Вот. Этот алфавит уже бесконечный. Ну, можно считать его счетным, нам счетного достаточно. Это символы переменных. И на самом деле формально они тоже как бы вот с крышечками, потому что это символы. Дальше я крышечки писать не буду. Да, и дальше надо сделать замечание, что эти самые вот символы переменных мы иногда обозначаем буквами Y, Z, T. Такое тоже возможно. То есть вот эта буква – это обозначение для некоторой формальной переменной из этого множества. Больше ничего. Обычно предполагается, что разные буквы обозначают разные переменные из этого множества. Вот. Но формально мы работаем только вот с этими символами переменных и с этими функциональными символами. Байос индукции. Что у нас является... Что у нас является самой простой формулой? Ну, здесь мы ссылаемся на дискретную математику первый курс. Но там, на первом курсе мы не считали такую вот запись X и T формулой. Если нам нужно было задать формулу, которая равняется переменной, мы использовали специальную тождественную функцию. У нас вот в этом списке была функция тождественная. И как бы мы писали... Как ее... Ну, мы писали... Ну, как бы ID, да? Это такой символ, который обозначает тождественную функцию. ID от X1. И вот такая формула у нас задавала функцию, равную переменной X и T. Но как бы вот самой формулы X и T у нас не было. Здесь мы будем считать эти переменные тоже формулами. Вот такое отличие небольшое, что для любого И... Вот такая запись X и T... Значит, я уже с крышечкой. Хотя ладно, пока в определении можно еще крышечку написать. Вот такая запись является формулой. Это формула. Формула над базисом B. Дальше. Второй пункт базиса заключается в том, что для любого И от единицы до B вот такая запись является формулой FI и T с крышечкой. Взяли этот символ, поставили скобочку, написали... Внимание, какие это переменные. Вот здесь вот мы можем написать любые переменные. Любые K и T аргументов. Значит, K и T переменных X. И объявляем, что такая запись — это формула. Ура! Индуктивный переход. Шаг индукции этого определения. Заключается в том, что если вот такие слова F1, F с индексом K и T... Ну, естественно, если... Здесь оно для любого И снова. Вот для любого И. Вот единицы до B. Взяли K и T каких-то уже существующих формул. Если это формулы над B, то тогда догадайтесь, что является формулой. Вот применение вот такого формального символа FI к этим уже написанным формулам. Мы пишем его, открываем скобочку, пишем формулы, через запятую пишем их. И получаем новую формулу. Формулу над B. Третий, самый важный пункт. Других формул нет. В любом индуктивном определении надо такое сказать. Любая запись вот такого вида. Взяли функциональный символ, открыли скобочку, написали какие-то переменные через запятую, закрыли скобочку. Вот такая запись, она по определению является формулой. А B это что? B маленькое это количество функциональных символов в нашем байсе. Вот. Куда бы это самое важное написать? Вот. Напишу сюда. Других. Формул нет. Так. Я так и не понял, что отличается крышечка, просто на слайдах ее нет. На слайдах действительно нет крышечки, потому что мы там менее формальны. Крышечка это вот некоторый... Ну, просто вообще говоря, физкрышечка это обозначение для некоторого объекта. Вот. Который отличается от объекта, понимаемого под функцией. Вот нужно разделять иероглиф, который задает функцию, и саму функцию. Это знаете как... Ну, это вообще языковое такое. Вот есть такой парадокс в языке, что... Ну, не совсем парадокс, просто нужно понимать, что в языке всегда есть обозначение для объекта и сам обозначаемый объект. И их... Ну, их не надо путать. Потому что, когда мы в обычном языке говорим про обозначение для объекта, мы обычно слово в кавычки заключаем. А если мы говорим про сам объект, то тогда оно используется без кавычек. То есть обычно, когда мы говорим, например, слово «мышь», то мы подразумеваем, ну, вот то живое существо, когда я сказал «мышь», мы все подумали о самой мыши. Но еще здесь есть вот само слово «мышь». И когда мы употребляем... Значит, есть такое так называемое автонимное употребление слов, когда объект ссылается на сам себя. Ну, вот, например, мышь грызет книгу. Здесь не автонимное употребление, потому что мы говорим о той мыши, которая на самом деле везет какую-то книгу. А вот второе предложение. «Мышь» — это существительное. Вот здесь вот слово «мышь» употреблено автонимно. Оно обозначает не мышь, оно обозначает само слово в этом предложении. Ну, как лингвистический объект такой. Он говорит, что это слово — это имя существительное. И если бы мы стали путать эти понятия, то мы бы могли отсюда заключить, что слово «существительное» грызет книгу. Получил себе абсурд. Ну, если, значит, у нас мышь грызет книгу. И второе. «Мышь» — это млекопитающее. Отсюда заключаем, что млекопитающее грызет книгу. Это правильное употребление. А вот такое употребление неправильно, и оно заключается... Вот парадокс, значит, проблема заключается вот в употреблении этого слова. На что оно ссылается? Вот. Так же и с формулами. В математическом языке все аналогично. Формула — это запись, которая ссылается на некоторый объект, которая есть функция, задаваемая этой формулой. В самом простейшем виде вот такой символ, под ним мы понимаем ту функцию, которую он этот символ задает. То есть вот это слово «существительное», мышь — слово «существительное», а вот это та настоящая мышь, которая в мире есть. Вот поэтому здесь крышечка. Мы разделяем употребление этих объектов. Но дальше я крышечки писать не буду. Вот мы это поняли один раз. Мы просто с ума сойдем, и это будет непродуктивно. В формулах мы говорим про формальные... Ну как, если математически определять, то формула — это слово в некотором формальном алфавите. И вот здесь мы определили язык в формальном алфавите, который состоит из некоторого подножества слов. Оно определено вот так индуктивно, это подножество. Формулы могут быть получены с помощью формальной грамматики. Да, да, с помощью формальной грамматики может быть получено все. И более-менее, ну вот так вот. Ну, формальная грамматика — это не тема нашей лекции, но здесь вот это важно понимать. — Формальные алфавиты? — Да, да, сразу отсыл туда, да, идет. Но помимо того, что мы научились их записывать, мы еще определяем индуктивно, что реализуют эти формулы, какие функции они реализуют. И здесь, если не понимать вот этой разницы, то получается как бы такое масло масляное. Вот мы говорим, что в боесе индукции вот такая запись, x и t с крышечкой, реализует функцию, которая задается переменной x и t. Вот такая запись реализует функцию φ и t от этих вот x, но уже без крышечек. Вот ту настоящую функцию реализует вот такая запись. И индуктивный переход. Если вот эти формулы уже заданные, f1, fk, t, если они задают какие-то функции f1, fk, t, малые, то такая формула задает суперпозицию этих функций. Таким образом, мы определили параллельно ту функцию, которая задается формулой. Ну вот. Что надо еще сказать в определении формулы? Надо сказать про ее глубину. Надо сказать, что в боесе индукции значит, вот это формула глубины 0. Формула... Ух... Надо было... Ну, давайте так. Глубина формулы f. Любые определения, понятия, связанные с объектом, определенным индуктивно, тоже даются по индукции. Индукции по построению. Вот глубина формулы индукция по построению. Если эта наша формула имеет вид x, it, я уже не пишу в крышечку, но крышечку мы подразумеваем, то тогда глубина формулы d от f равняется 0. Теперь, если наша формула имеет вот такой вид, как во втором пункте, φ, it от x каких-то x, то тогда глубина такой формулы считается равной единице. И третье, если формула имеет вот такой вид, f1, значит, φ, it от каких-то под формул f1, f, k, it, то тогда глубина такой формулы f равна максимуму из глубин формул f, j, t. p, позже от единицы до k, it, так, и плюс 1. Этот максимум плюс 1. Вот. Так мы определяем функцию глубину. Теперь, вот эти самые формулы f1, f, k, it, которые возникают при индуктивном построении формулы, они называются подформулами формулы f исходной. Сами переменные тоже являются подформулами? Да, сами переменные, как записи, как строка символов, переменная, она тоже является подформулой. Причем те формулы, которые возникают на последнем шаге индуктивного построения, называются главными подформулами. Небольшой примерчик какой-нибудь, чтобы перед глазами был x1, x2 или x3, или не x5. Вот. Ну вот то, что я написал, оно, понимаете, оно не является формулой. Это еще одно обозначение. Это на самом деле обозначение для некоторой формальной формулы. Во-первых, я использую инфиксную нотацию. Там у нас нотация только, функциональный символ стоит перед. Во-вторых, я здесь не расставил скобки. У нас есть приоритет операции, который помогает расставлять скобки. В-третьих, я использую вот такую запись с чертой, что понимается как отрицание перед. Ну, в общем, это мы все понимаем, поэтому, естественно, мы пользуемся такой записью и говорим, что это формула. Но надо понимать, что на самом деле формула, она вот более такая формальная вещь, а это лишь обозначение для этой формулы. Можете, например, один раз написать... Как это выглядит формально? Ну, давайте напишем. Здесь подразумевается конъюнкция, да, точка. Давайте я сначала расставлю скобки, как они подразумеваются. Потому что если операции одинаковые, то давайте по умолчанию считать, что у нас левая ассоциативность. Либо одинаковые операции, либо их приоритет одинаковый. Тогда по левой ассоциативности расставляем скобки. После того, как скобки расставлены, мы можем написать формальную формулу. Вот это будет главной операцией. А скобка еще не нужна? Нет, ну нужна, конечно, просто она здесь... Ну, давайте поставлю. Я перепишу сейчас формально. Мы пишем дизюнкция, это вот самая верхняя операция. Дальше здесь будет не от x5. Нет, она будет не здесь, кстати. Она будет вторым. А здесь будет вот эта вещь, которая есть тоже. Дизюнкция от конъюнкции от переменных x1 и x2. Так, конъюнкция с переменной x3. Так. И я вот здесь перейду на новую строку, потому что у нас будет здесь сейчас так вот сделаем. Значит, дальше пишем дизюнкция, да, с... То есть здесь запятая стоит. С ней x5. Вот такую формальную запись мы понимаем под этой записью. И главными подформулами здесь являются вот эти подформулы, которые у главного символа стоят. Вот это и вот это, это ее главные подформулы. Это ангерсата и конъюнкция. Конъюнкция. Я не знаю, как вы пишете конъюнкцию, так или вы ее вот так пишете. Просто ангерсата по-другому. Да, я писать не умею, я согласен. Нас жучили с греческими буквами. Вот. Ну, давайте так писать конъюнкцию, чтобы было более понятно. Хорошо, вот пример. Вот это главные подформулы. В каждой формуле мы еще можем поставить такой объект, как дерево этой формулы. Тоже вещь понятная, но формально определяется индукцией по построению. Снова, что такое дерево? Я просто строку перенес, у меня терминала не хватило. Простите, ребят, те, кто записывает. Давайте я напишу так, чтобы вопросов не возникало. Вот это вот. Вот такая запись. Понятно? Вот такая запись. Это главные подформулы. Теперь, ну, немножко вот сюда заехали. Определяем дерево формулы. Первый пункт. Вот. Да, деревья, которые здесь мы определяем, это корневые упорядоченные деревья. То есть, вот на первом курсе у нас были деревья, это просто граф без циклов. Так вот, здесь дерево, это еще, во-первых, выделенная вершина корень. А значит, когда выделен корень, у нас задано направление от этого корня. Ну, или к корню, неважно. Главное, выделенное направление есть по дереву. И мы можем все под деревья, начиная от корня, упорядочить. То есть, перенумеровать какими-то числами от одного до их количества. Вот это значит, что оно упорядоченное. То есть, у нас всегда есть корень, и всегда есть его первое под дерево, второе, третье. И так по порядку. Вот такой формуле x и t соответствует вот такое дерево. Так, это вершина, которая корень, и она, у нее еще есть пометка этой самой переменной x и t. Второе. Вот такой формуле фи и t от аргументов каких-то, g1 и так далее, x, g с индексом k и t. Такое соответствует дерево. Такое. В корне написан функциональный символ фи и t. Второе. У нас есть каитое листьев, которые помечены буквами переменных. g1, g2, g каитое. И сюда идут дуги. Вот так вот. Вот. И третий пункт, когда у нас есть формула немножко другого вида, где там подформулы. f1, f каитое. И этим подформулам уже сопоставлены какие-то деревья. То тогда понятно, что мы сопоставляем здесь. Здесь будет корень, снова операция фи и т записана. И вот мы рисуем деревья, соответствующие подформулам выше. Это дерево, соответствующее. Давайте d1 в формуле f1, d2 в формуле f2 и так далее. И вот d с индексом каитое. Мы берем их корни. Их корни снимаются, они уже не корни. Но зато из этих корней мы сводим дуги в новую вершину, которая становится корнем. Вот так определяется дерево. И, как видно, глубина дерева будет совпадать с глубиной формулы. То есть глубина формулы – это наибольшая цепочка, длина наибольшей цепи, которая идет от листа к корню. Это дерево так определяется. Другие, да, ну вот, вот так. Тоже дерево? Ну, да, это тоже d-обозначение, да. Но это локальная переменная d. Это только в этом определении используется. А вот такое обозначение d от формулы – это глобально по курсу глубина. Так. Ну, я думаю, с этим понятно. Давайте дальше. Нам надо определить еще такую вещь, как сложность формулы. Сложность формулы – это число функциональных символов φ в ее записи. Определение сложности. Так. Сложность формулы f – это число функциональных символов в ее записи. Потренируйте, дадите определение формулы по индукции, по построению. Ранг формулы. Ранг формулы – это число вхождений переменных, которые используются в ее записи. Ранг формулы – это число вхождений булевых переменных в нее. Ну, что такое вхождение булевых переменных? Это вот конкретная булевая переменная, которая встречается в записи формулы, она называется вхождением. Например, если бы в этой формуле было две переменных х1, вот давайте я так вот поправлю, чтобы пояснить. В этой формуле три переменных, но четыре вхождения переменных, потому что у нас есть два различных вхождения, переменный х1. Вот вхождение здесь и вот здесь. Еще иногда подформулу, такую графическую подформулу в текстовой записи самой формулой называют еще графической подформулой или вхождением этой подформулы. Потому что, в принципе, такая подформула, например, могла бы встретиться дважды. Вот. В этом смысле х1, подформула х1 встречается дважды, и вот каждое ее встречание по правильному вхождению – это, значит, вхождение. Число вхождений – это ранг. Это тоже все понятно. Обозначение – сложность – это L, сложность – это L от F, а ранг – это R от F. Наши параметры сложностные. Ну, и теперь у нас есть понятие равенства формул, это как вот графическое равенство, и понятие эквивалентных формул. Эквивалентные формулы, они могут быть по-разному там записаны, но это те формулы, которые реализуют одну и ту же функцию алгебрологики. Так, ну, определение функции алгебрологики реализованной формулы я вам дал. Хотя я его не записал, но я его проговорил. Надо ли записать? Наверное, надо. Фалл реализуемая формулой F. Определение тоже индуктивное. Такая формула задает нам функцию, такая реализует функцию X и T. Вот такая формула реализует функцию F и T. Вот G1, G с индексом K и T. И вот такая формула задает нам функцию F и T от функции F1 и так далее. F, K и T, где каждая такая функция F, S, T. Это функция реализуемая формулой F, S, T. То есть если мы не понимаем различия между записью, символом и функцией, то вроде как получается масло масляное, да? Но на самом деле содержательное определение. Так вот, две формулы называются эквивалентными, если они реализуют одну и ту же функцию. Ну, дальше у нас есть тождество. Тождеством будет посвящена следующая лекция. Вот такому формализацию, формализации понятия эквивалентных преобразований формулы. Ну, пока мы ее понимаем неформально, мы, благо, умеем работать с какого-то класса школы, с формулами там преобразовывать, раскрывать скобки, по ассоциативности, коммутативность применять. Ну, вот тождество, которое нам сегодня понадобится, то, что такое тождество вообще? Тождество — это просто написанные две формулы. Значит, тождество Т — это такая запись вида Т двоеточие F равно G, где F и G эквивалентны. А тот факт, что F и G эквивалентны, чтобы каждый раз по-русски не писать, обозначает вот так — F эквивалентна G. Сейчас давайте подумаем. Как бы нам лучше обозначать. Нет, давайте лучше вот так. Потому что у нас есть символ волна в нашем формальном алфавите как эквивалентность. Надо, чтобы символы формального алфавита, в котором мы записываем формулы, не путались вот с этим символом. Вот давайте так писать, эквивалентные. В общем, это тождество. Пара эквивалентных формул. Тождество, примеры тождеств. Тождество ассоциативности. x1, x2, x3 равно x1, x2, x3. Ассоциативность, да, для конъюнкции. Давайте так напишем. Для конъюнкции. Но вообще я напишу следующее. Ассоциативность для операции кружочек. Это вот такое тождество. Какой бы там ни был кружочек. Дальше. Тождество коммутативности для операции кружочек. Это вот такая вещь. И третье тождество, которое я сегодня напишу, это дистрибутивность операции кружочек относительно операции квадратик. Ну, если совсем уж так строго все описывать, это левая ассоциативность. Потому что вот этот кружочек, он стоит, у него аргумент слева. Распределительность знаком по-русски. Дистрибутивность от слова дистрибьют английского. Значит, каждому распределить по x. Вот в этой сумме как бы нужно. Ладно. Вот такие три тождества. Значит, формальный процесс преобразования формул при помощи тождества я пока не описываю. Но я скажу, что формулы называются подобными, если они могут быть получены друг из друга применением тождеств ассоциативности или коммутативности. И нам всем понятно, что это значит. По крайней мере, пока что на неформальном уровне. Давайте сюда запишу, дотянусь. То есть формулы f1 и f2 подобны. Обозначение. Обозначение. Так. Давайте как-нибудь вот так обозначим. Ну, например, вот так. Подобны. Если одна получается из другой тождествами ассоциативности для конъюнкции, ассоциативности для дизюнкции, тождествами коммутативности для конъюнкции и коммутативности для дизюнкции. Все. Другие тождества применять нельзя. Преобразования. Только ассоциативность и коммутативность. Также более-менее понятно, что все наши преобразования обратимы. Если одна из другой получается, то другая из одной тоже получится. это нам понадобится. Это нам понадобится. Они не тождественны, потому что, как строчки символов, это разные записи. Вот взяли, записали такую формулу. Конъюнкция... Я все еще формально пишу, как мы определяли. x1, x2. И конъюнкция x2, x1. Вот смотрите. Здесь написано разные последовательности символов. Это две разные последовательности символов. Значит, это две разные формулы, неравные. Но они, во-первых, эквивалентны, а во-вторых, что более сильно подобны. Вот. Ну, конечно, нормальным языком так никто не напишет. Мы скажем, что x1, x2 подобны x2, x1. Вот это наш такой повседневный язык. Но это тоже неравные формулы. Ладно. Мы как-то обозначение для множества всех формул не ввели. А вот давайте его введем. Множество всех формул над базисом b, которые мы здесь определили. Давайте обозначать u с индексом b, а сверху f в знак того, что это формулы над базисом b. Это обозначение для множества всех формул. Далее я скажу следующее, что мы особенно не будем различать понятие дерева формулы и самой формулы. Вот как бы это что-то вроде того, как мы в первой части курса не различали понятие импликанты и грани. Грань — это была такая геометрическая интерпретация понятия импликанты. Импликанта — это формула. Элементарная конъюнкция. Вот так же и здесь формула. Для нас, в общем-то, мы иногда будем переходить от ее такого текстуального, формульного задания к ее графическому представлению в виде деревьев и обратно. И, в общем, использовать эти понятия взаимозаменяемо. Кроме того, еще стоит определить квазидерево формулы. Чем оно отличается от дерева? Сейчас я это запишу. Так, тогда вот сюда определение. Определение квазидерева. квазидерево формулы F. Это, ну, ориентированный граф, полученный... Ну, так напишу. Хотя, да, это пушка по воробьям. Ориентированный граф, полученный из дерева формулы. Отождествлением вершин с одинаковыми пометками переменными x. Вот у нас, кстати, есть вот эти вершины, которые листья этого дерева, и они обозначены символами переменных. Это так называемые входные переменные, входные листья. Так вот, входные вершины этого дерева. Так вот, квазидерево получается из дерева отождествлением входных вершин с одинаковыми пометками переменных. Я напишу листьев с одинаковыми пометками булевыми переменными. БП булевыми переменными. Вот, давайте посмотрим на пример. Вот сейчас, если на записи нужно, то давайте переведем туда, потому что я это перерисовывать на доске не буду. Посмотрим на слайд. Вот у нас есть формула. Вот слева нарисовано дерево, соответствующее этой формуле. Видно, что каждое поддерево перенумерованное числами 1, 2. Мы знаем, какое поддерево первое, какое второе. Так, когда мы деревья изображаем, ну, когда мы их рисуем на... Ну, в общем, где-то изображаем, там, на картине, где-то на бумаге, у себя в тетради, то обычно считается, что те поддеревья, которые слева, ну, что, в общем, упорядоченность по часовой стрелке. Самое левое — это первое, потом второе и так далее. Но формально мы должны вот эти пометки поставить. А квазидерево. Мы взяли все листья, которые одной переменной помечены, вот x1, и склеили справа их в одну вершинку, отождествили. Вот справа — это квазидерево. То есть, ну, квази, почти дерево. Вот так. Ну, кстати, еще, наверное, нужно сказать вот что. Давайте сюда, в определение дерева, еще допишем... Видите еще одно отличие? Отличие. Найдите, 10 отличий называется. Значит, еще одно отличие левой картинки от правой заключается в том, что справа корень помечен еще одним специальным выходным символом z. это такая выходная переменная. Вот. Значит, отождествили листья и приписыванием, полученным из дерева, и отождествением листьев, и приписыванием пометки z1. z1 — это выходная переменная из алфавита выходных переменных. Вот у нас был алфавит x входных переменных, также у нас есть алфавит для этих самых z. Тоже. Вот x1 приписали. Корню. Там какая-то ошибка? Нет? Понятно, да? Посмотрели. Странно, что правое дерево отражено в паре. Да. Да. Наверное, оно отражено как раз, чтобы продемонстрировать то, что рисовать не обязательно слева направо. Если мы проставили нумерацию, то мы можем рисовать как хотим. А если мы ее не проставили, то по умолчанию нумерация по часовой стрелке. Вот. Ну, потому что это абстрактно граф, а граф — в общем, такое абстрактное понятие. Хорошо. Значит, это мы поняли, что такое дерево, что такое квазидерево. Что мы еще должны были определить? А, мы должны были еще определить наш стандартный алфавит, с которым стандартный базис, с которым будем работать, это базис B0. Ну, определение формулы я уже стираю. Хотя обозначение пока оставлю, потому что вот я сейчас... В основном, мы будем пока что, пока что будем работать, по крайней мере, сегодня с базисом функциональных символов вот таким. У нас есть функциональный символ для конъюнкции арности 2, заметьте, дизъюнкция арности 2 и отрицание унарная операция. Унарная. Ун-арная. А это бинарная, да? Так вот, когда мы смотрим все формулы, построенные над этим базисом, это так называемый стандартный базис. Вот он стандартный базис, так у нас в курсе называется. Все формулы над стандартным базисом обозначения просто опускаем нижний индекс. Вот такое обозначение для формул, записанных вот в этом стандартном базисе. Но, кстати, заметьте, что в этом базисе нету констант. Вот, например, формула 0, она не является формулой над этим базисом. Она использует функциональный символ, которого тут нет. Но она, естественно, может быть задана как не x1 и x1. Вот, например, вот так. Вот это уже формула в стандартном базисе записанная. Так, мы хотим сделать перерыв, да? Давайте пять минут, пару минут перерыв. Продолжаем. еще одно небольшое обозначение. Вот множество всех формул в базисе B. Это вот такое множество U. Это обозначение на будущее. Сегодня оно нам не понадобится. Но давайте у нас вот есть графически равные формулы и есть просто эквивалентные формулы. Так вот, множество попарно графически различных формул. Это попарно неравные, ну, вот попарно различные формулы. множество попарно графически напишу различных формулы. формулы. Или множество попарно неизоморфных деревьев, соответствующих этим формулам. Если мы графически их понимаем, то так. Если деревьев, то это множество попарно неизоморфных деревьев. А вот так мы будем обозначать множество попарно неэквивалентных формул. Ну, то есть число нехорошо множество пишу. Число мы число обозначаем. А это число попарно неэквивалентных формул. Ну, а без модуля это множество уже. Вот без модуля это множество этих формул. С модулем это число элементов этого множества, число попарно различных формул. А вот норма, двойной модуль, это число попарно неэквивалентных формул в этом множестве. Это на будущее обозначение. Нам сегодня нужно доказать два утверждения. Первое из них такое. Лемма или ну пусть будет утверждение так только сегодня какой сегодня восьмой вопрос пусть будет 8 1 ну для любой формулы для формулы F над стандартным базисом сейчас мы говорим про конъюнкцию дизюнкции отрицания верны соотношения соотношения ранг формулы ну хорошо давайте так равен а вот еще такое понятие вот через таким символом я обозначил число операций конъюнкция и дизюнкция в формуле F число функциональных символов так конъюнкция и дизюнкция в F то есть если L без индекса это просто число всех функциональных символов записи формулы то с индексом с индексами это число тех функциональных символов которые только вот в индексе здесь записаны только их число подсчитывается так это ранг формулы он не превосходит ну он не превосходит сложности формулы плюс 1 это все не превосходит сейчас мы скажем что такое F1 и F кит так надо перенести и это не превосходит 2 в степени глубина формулы F где F1 и так далее F кит это главные главные подформулы главные подформулы формулы F вот такое утверждение здесь вот строка продолжается так ну более-менее понятно почему давайте доказательства доказательства более-менее понятно почему тут ранг равен числу конъюнкции дизъюнкции плюс 1 потому что каждая операция такая вот двухместная бинарная она соединяет справа и слева от себя она имеет ровно одну переменную скажем так не переменную но в общем это можно доказать строго индукции по числу операций конъюнкции дизъюнкции формули нет ну я правильно сказал каждая операция в формуле вот в самой вот этой строчке справа и слева от такой бинарной операции всегда стоит переменная поэтому ранг это число вхождений переменных между каждой между каждыми двумя переменными у нас стоит какая-то операция бинарная поэтому ранг равен на единицу больше чем число этих бинарных операций это понятно дальше вот это соотношение тоже должно быть понятно потому что здесь мы посчитали только конъюнкции дизъюнкции но в формуле могут быть еще и отрицания поэтому эта величина не меньше доказывать надо вот это давайте посчитаем представим себе дерево этой формулы и подсчитаем число ребер в этом дереве значит число ребер в дереве формулы с одной стороны у нас почитаем число входящих ребер у нас в каждую операцию бинарную входят ровно две дуги здесь про дуги лучше говорить а не про ребра ориентированный граф входит две дуги в унарную операцию входит одна дуга поэтому число ребер с одной стороны равно числу входящих дуг и это будет два количества конъюнкций дизъюнкций в формуле плюс одно количество отрицаний в формуле с другой с другой стороны мы можем почитать дуги по-другому мы просто можем почитать что из каждой вершины нашего дерева исходит ровно одна дуга из каждой вершины кроме корня дуга всего у нас есть р от входных вершин которые листья и все другие вершины которые соответствуют функциональным символам но из одной из этих вершин не выходит дуга поэтому минус один вот эти числа равны потому что они и то и другое задают число дуг в нашем дереве ну и отсюда отсюда мы можем так функциональный символов мы можем использовать то что ранг это сложность конъюнкции дизюнкции плюс один да ранг сокращается с двух сторон здесь слева получается написано вот что слева написано ранг плюс число так конъюнкции дизюнкции плюс число отрицаний минус один вот значит ранг сокращается вот это суммарно это число l вот оно тоже сокращается ну да оно равно сейчас а что мы хотим вообще с этим сделать давайте подумаем что дальше мы хотим мы записали эту формулу нет мы не хотим ранг сокращать это все плохо мы хотим выразить сложность да мы хотим выразить сложность давайте посмотрим l от f даже l от f ну ладно пусть так будет оно равно рангу минус минус l конъюнкций дизюнкций так да я согласен мы сейчас доказываем то что я уже доказал но мы доказываем формально поэтому это неплохо мы не знаем еще что ранг равен число конъюнкций дизюнкций плюс 1 поэтому вот этого равенства мы еще не знаем значит если вот я тут зря стал что-то писать мы отсюда ранг выражаем и получается вот так я вообще стал зря об этом говорить потому что в общем-то это я уже доказал дальше число конъюнкций дизюнкций плюс число отрицаний это есть l от f и тогда заменяя l от f получаем что ранг равен числу конъюнкций дизюнкций плюс 1 хорошо вот это мы даже формально получили то что я объяснил на пальцах мы получили формально что ранг от f равен числу конъюнкций дизюнкций плюс 1 дальше мы хотим доказать да дальше мы хотим доказать соотношение с глубиной ну так у нас времени не так много соотношение с глубиной оно проверяется индукцией по глубине давайте проверим что для формулы глубины 1 это так если для формулы формула глубина 1 ну условно говоря даже мы должны наверное с нуля начинать потому что переменная это формула глубины 0 для формулы глубины 0 для переменной очевидно выполняется вот ранг у нее 1 а 2 в степени 0 это тоже 1 дальше для формул глубины 1 то есть формул вида какой-то функциональный символ от каких-то переменных так у нее ранг равен количеству переменных которая вот каитоя здесь по крайней мере единица мы знаем что каитоя больше либо равно единице ну а значит это это же ранг да я так напишу каитоя больше либо равно единице но каитоя с другой стороны это ранг нашей формулы и он меньше либо равен чем 2 да он меньше либо равен чем 2 потому что еще у нас справедливо что у нас бай стандартный и каитоя не больше чем 2 у нас все наши символы функциональные это только конъюнкция дизюнкция отрицания для этого тоже справедливо какой здесь будет индуктивный переход пусть формула вот такой вид имеет так фиитая это было раз это два теперь три ее главные подформулы f1 и так далее f с индексом каитоя мы знаем что r от f итоя не превосходит 2 в степени глубина вот этого самого фитоя подформула фитоя давайте обозначим глубину фитоя главной подформулы через д итоя маленькая тогда ранг нашей формулы фитоя g равна 1 до каитоя ранги подформулу для каждого ранга мы знаем вот это соотношение это не превосходит 2 в степени вот этой суммы позже от 1 до каитоя 2 в степени до итоя так да каитоя не больше 2 поэтому это не превосходит 2 в степени максимум из деитых плюс 1 вот это не превосходит 2 в степени максимум из деитых плюс 1 потому что глубина нашей формулы f вот такой забавной такой значит формулой d от f она как раз есть максимум из деитых плюс 1 по определению это тоже доказано отсюда следствие что если мы отдел проглогарифмируем значит для любой формулы вот сюда напишу следствие следствие для любой формулы стандартного базиса глубина глубина ее не превосходит логарифма от сложности плюс 1 логарифмы у нас все двоичные в курсе но так для порядка напишу это первое так сейчас это не так я написал здесь глубина больше либо равна она больше либо равна дальше дальше ну понятно ли что такое да подстановка одной формулы в другую вместо переменной мы текстуально каждое вхождение переменной заменяем на другую формулу это я думаю пояснять не нужно так здесь вообще у нас значит вот второе утверждение которое надо доказать для этого еще нужно вести определение альтернирования альтернирование формулы это число изменений операций конью даже не так у нас есть формулы так называемые формулы с поднятыми отрицаниями под класс всех формул формула F это формула с поднятыми отрицаниями если в ней операция отрицания применяется только к переменным операция отрицания применяется только к BP булевым переменным ну ну вот например такая формула не является формулой с поднятыми отрицаниями потому что здесь отрицание висит над какой-то более сложной подформулой не формула с поднятыми отрицаниями а вот эквивалентная ей вот такая зачем я пишу давайте через умножение писать а вот такая является формулой с поднятыми отрицаниями это с поднятыми отрицаниями у формулы с поднятыми отрицаниями определено альтернирование альтернирование формулы с поднятыми отрицаниями это число изменений функциональных символов с конъюнкцией на дизюнкцию и обратно в дереве этой формулы альтернирование f где f это формула с поднятыми отрицаниями это число изменений функциональных символов конъюнкция на дизюнкцию и обратно в дереве этой формулы ну то есть вот для второго примера чему равно альтернирование как выглядит дерево этой формулы отрицание отрицание конъюнкция еще раз конъюнкция которая соединяет x3 переменную так а там дизюнкция с не x5 такое дерево мы смотрим все пути от листьев к корню конъюнкция не поменялось не поменялось ноль а дальше операция дизюнкция смена произошла счетчик один если бы дальше что-то было допустим дальше была бы конъюнкция дальше бы два ну здесь мы видим одно изменение с операцией конъюнкции на дизюнкцию в этом пути ну так по всем путям прошли взяли наибольшее такое изменение вот получили альтернирование ну наверное в определении стоило сказать это значит наибольшее число изменений давайте допишем наибольшее число изменений с конъюнкцией на дизюнкцию то есть у элементарной конъюнкции у элементарной дизюнкции альтернирование будет ноль у dnf и knf альтернирование будет один у каких-то более сложных формул альтернирование там будет больше нам надо доказать такое утверждение что для любой формулы найдется подобное ей у которой глубина будет отстоять от нижней границы не больше чем на альтернирование утверждение 8.2 для любой формулы f с поднятыми отрицаниями это для формулы с поднятыми отрицаниями существует с поднятыми существует подобная ей формула Как-нибудь ее обозначим. Как мы ее обозначим? Давайте обозначим Ж. А, она там обозначается с птичкой, да? Мы любим птички. Давайте птичек дорисуем. Так вот, галочку. Для которой справедливо, что глубина этой формулы не превосходит вот той нижней границы, которая задается предыдущим утверждением. Плюс альтернирование. F. Кстати, я замечу, что операции подобия, вот эти операции ассоциативности и коммутативности, почему мы именно их смотрим? Потому что они не изменяют ни ранга, ни сложности формулы. Значит, для всего класса подобных формул, подобных данных, их сложность, она совпадает со сложностью исходной формулы. Поэтому все подобные формулы, они имеют глубину не меньшую, чем вот эта. У любой подобной формулы глубина будет не меньше, чем вот эта. Но это утверждение говорит, что для формулы с плоденными отрицаниями мы можем вот так оптимизировать ее по глубине, найдя подобную ей формулу, у которой глубина будет не больше, чем на альтернирование от нижней границы отстоять. Давайте докажем. Докажем индукцией по рангу формулы F. Для формул ранга 1 здесь более-менее очевидно, потому что это переменные, для них выполняется. Альтернирование переменной это 0. Здесь слева глубина стоит 0, и логарифм 2 тоже 0. Значит, 0 меньше либо равен 0. Теперь, допустим, для всех формул ранга доказательства. Индукция по рангу R формулы F. Байес индукции очевиден. Байес индукции – формула справедливая. Вот, соотношение справедливое для любой формулы ранга 1. Хорошо. Шаг индукции. Пусть это справедливо для любой формулы ранга R минус 1. Давайте представим нашу формулу вот в таком виде. Пусть F представлена в виде фи большое от формулы F1, F с индексом t. Но замечу, что вот фи большое – это не одна операция. Фи большое – это подформула. Где? Давайте перед тем, как это мы будем делать, еще вот что предположим. Здесь есть два симметричных случая. Они совершенно аналогичны. Мы скажем, пусть главной операцией нашей формулы будет операция, ну, какая-то. Даже, значит, пусть главная операция формулы F – это операция квадратик. Ну, мы не знаем, какая это либо конъюнкция, либо дизюнкция. Там отрицанием быть не может, потому что все формулы ранга 1 мы рассмотрели в базисе. Там вот операция такая. Тогда представим формулу вот в таком виде, где формула F имеет следующий вид. Это формула. Я вот здесь Y вместо X напишу, потому что неважно здесь, какие конкретно переменные стоят. Y, которые соединены кружочками. А кружочка – это операция, отличная от квадратика. Тогда мы как бы за кружочек обозначили операцию. Кружочек. Это операция, отличная от квадратика. Напишу вот так. Что здесь имеется в виду? А, да. И под формулы F вжитая Либо имеют ранг 1, Либо главную операцию квадратик. О чем здесь идет речь? Так, неформально говоря, речь идет о следующем. Вот у нас формула F. Она соответствует какому-то такому дереву. Вот у нее, у этой формулы F, главный... А, сейчас. Кружочек. Нет, здесь нужно по-другому. Вот у нее главная операция кружочек. Сейчас мы подправим там немножко. Я неправильно написал. Давайте выделим здесь максимальную такую вот часть снизу, которая целиком состоит из операции кружочек. Ну вот, допустим, целиком из конъюнкций. А дальше у нас уже под формулы, которые соединяются... Ну вот дальше уже везде операции квадрат в этом дереве. Вот. Либо операции квадрат, ну либо где-то, может быть, у нас уже выход идет на какое-то отрицание, например. Такое тоже может быть. Нам нужно вот это вот максимальное поддерево выделить, которое будет формулой F. А вот все те поддеревья, которые остались, это формулы F1, F2, вот F с индексом T минус 1 и подчерение вот здесь вот F с индексом T. Так что вот это дерево, оно состоит из вот этих операций. Как нам лучше подправить? Оно состоит из операций квадратик. Та операция, которая у нас в формуле главная. Вот. А вот операция в подформулах главная, это кружочек, она отлична от нашей главной операции. Вот мы максимальное такое поддерево выделили. Тогда, ну, заметим, что ранг всех этих подформул, он меньше либо равен R минус 1. Для любой формулы FGT ее ранг меньше либо равен, чем R минус 1. Для них справедливо предположение индукции. По предположению индукции для них мы можем построить такие формулы F с птичкой. FGT с птичкой по предположению индукции построили. Ну, теперь пусть еще такое обозначение. Пусть А штрих – это максимум из нуля и А минус 1. Что это значит? Ну, если А – это еще какое-то число больше единицы, то это А минус 1, а иначе это 0. Иначе это 0. Тогда давайте сделаем так. Пусть D – это такая величина. Вот тот логарифм, который там написан, плюс разница А минус А штрих. А ДИТ – это вот такой логарифм для подформул ЖИТАХ. L от F G с индексом… А, ну да, L ЖИТАХ. L ЖИТАХ. Вот такой логарифм. Здесь D с индексом ЖИ. Основное такая идея доказательства, как то, что мы спрашивать будем. Идея доказательства. Так иногда формулировка в вопросах написана. Вот идея доказательства здесь заключается в том, что выполнено такое соотношение. Сумма по всем И, там по всем ЖИ, от единицы до Т, 2 в степени D ЖИТАХ, не превосходит 2 в степени D. Давайте поймем, почему это справедливо. Значит, та сумма, которая написана слева. Та сумма, которая написана слева. Мы можем увеличить эту величину логарифмом, к которому мы просто прибавили единицу. Значит, она… Ладно, давайте обозначим так. Л, в общем, еще раз перепишу. От единицы до Т, 2 в степени D ЖИТАХ не превосходит. 2 умноженное на Сумма L в ЖИТАХ плюс 1 по ЖИ от единицы до Т. Вот эта сумма, давайте поймем, она просто равна 2 сложности всей формулы плюс 1. А с другой стороны, 2 в степени D мы можем уменьшить. 2 в степени D мы можем уменьшить, просто здесь сняв логарифм и сказав, что это L от F плюс 1 умноженное на 2 в степени А минус А штрих. Ну, А минус А штрих – это величина, которая либо 0, либо 1. А от А штрих отличается не более, чем на единицу. И эта величина равна 0 только в том случае, когда А штрих совпадается. Так что это действительно так. Здесь либо двоечка стоит, ну, либо… Да, здесь нужно вот два случая рассмотреть тогда. Значит, это в том случае, когда А минус А штрих равняется единице. Это будет справедливо. В том случае, когда А равно А штрих и равняется единице, что это означает? Да, кстати, ну, вы на слайде-то увидели, а на доске я не написал. Или, может быть, даже на слайде не увидели. Что А – это альтернирование нашей формулы F. Вот. Значит, А – это было альтернирование нашей формулы F. Что значит, что А минус А штрих равнялось 0? Это значит, что наше альтернирование А уже равнялось 0. Ну, либо альтернирование А равнялось единице, да? Так. Если альтернирование А равнялось 0, то тогда наша формула F – вообще это элементарная конъюнкция или элементарная дизюнкция. Для нее вот это справедливо. Для нее вот это справедливо. Для элементарной конъюнкции, для элементарной дизюнкции. Проверьте, пожалуйста, у нас время выходит. Если А равняется единице, то это означает, что наша главная подформула F – она здесь соединяет ну, только переменные или их отрицание. Это тоже тот случай, когда это элементарная конъюнкция. То есть А равняется 0 – это даже более простой случай. Это случай, когда просто наша формула – это одна переменная. Потом оставляю вот разбор этих двух случаев на дом, чтобы действительно убедиться, что это соотношение справедливо. Как мы закончим доказательства? Мы сделаем следующее. Сейчас соображу. Мы возьмем… Теперь нам нужно построить вот эту формулу F с птичкой. Мы возьмем формулу полное двоичное дерево глубины D и выбросим из него последние вот сколько листьев. выберем формулу F с птичкой. Ну, как она там называется у нас? Чтобы по названиям совпасть. Фи-штрих она называется – полное двоичное дерево глубины D. Вот полное двоичное дерево, да, вот этой глубины. И выбросим из него последнее Два в степени D минус вот та сумма. Сумма по G от единицы до T. Два в степени D с индексом T. А переменных вхождений, вхождений булевых переменных. Взяли дерево, выбросили. Что получили? Получили следующее приблизительно. Вот это полное двоичное дерево глубины D. Мы выбросили ну, вот какие-то переменные отсюда выбросили. Оно у нас осталось вот таким. У нас оно осталось значит, по построению следует, что если мы возьмем значит, в этом дереве первые два в степени D1 листьев, то они будут соответствовать полному двоичному вот поддереву здесь, глубины D1. Потом возьмем два в степени... Да, мы... Давайте считать, что еще эти самые числа D1, D2, они по не убыванию отсортированной. Этого можно добиться просто перенумеровкой нашей формулы, наших формул F, F-житых. Выбросили столько, выбросили 2 в степени D2 и так далее. И вот здесь вот последнее выбросили 2 в степени... Дочень, не выбросили, а вот получили так, что здесь полное двоичное дерево глубины D1, полное двоичное дерево глубины D2 и так далее. Полное двоичное дерево глубины D с индексом T вышло. Вот это останется после того, как мы выбросили вот эти последние вхождения переменных лишних. так. И, кстати, это двоичное дерево, оно состояло из операции кружочек везде. Теперь вот эти поддеревья глубины 2 в степени D1 мы заменим на построенные подформулы F вжитое с птичкой. То есть вот сюда подставим подформулу F первая с птичкой, которая по индуктивному предположению есть. И так далее. F с индексом T с птичкой. Глубина каждой такой подформулы не превосходит по предположению индукции она не превосходит D житое. плюс а минус 1. Потому что у нас здесь была формула, у которой альтернирование на единицу меньше, чем альтернирование нашей формулы. Значит, ее альтернирование это а минус 1. Значит, по предположению индукции это справедливо. Тогда, получается, если мы выбросим здесь формулу глубины D1, а ставим формулу глубину глубины D1 плюс а минус 1, то тогда глубина, ну и так вот ставим все формулы, то глубина полученной конструкции вот всей формулы, которую мы получим, будет отличаться от ее исходной глубины D не более чем не более чем на единицу. Она будет отличаться сейчас. Значит, как это в этом вас убедить? значит, давайте глубина вот первой ее части отличается как бы глубина по любому пути отсюда до корня. Она отличается от D, если записать глубину, как бы это дело обозначить, ну, не важно, как обозначить, значит, там была глубина D, а стала глубина, мы взяли из D выбросили D1, а добавили вот эту глубину, добавили D1 плюс A минус 1. Тогда какая у нас здесь стала глубина? Она стала A минус 1. нет, не A минус 1. Сейчас. Стой, может, тогда уже на следующий парень пробовал, и у нас уже следующий парень осталась? Да, ну, в общем, я-то на самом деле все завершил. Я вам сказал, как нужно поменять. Просто вот этот момент давайте тогда действительно в следующий раз. Спасибо. 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 Спасибо.